Мотор! Ну что, друзья мои, вам понравился звук с наших петличек классных? Мы сейчас без ветрозащиты их поиспользуем. Ты голос дай, Гав-Гав? Привет, ребят! Катя за камерой. Ой, как ты меня сейчас развеселила, но я не могу об этом на камеру сказать. Выносим вонючий мусор и едем кататься. И завтра надо, знаешь, куда заехать? В СДЭК для того, чтобы... Помнишь, я сказал, что бесплатно дам водянку свою? Я же до сих пор ее так и не отправил. Надо это сделать. Человек ждет. Прости, Андрей, я распиздяй. Сама че скажешь. Сегодня же среда? Подожди, я ничего не перепутала. Я ничего не перепутала. Среда. Слава богу, я думала, вдруг я пропустила. Все, мне завтра ехать, стоматологичка. Ну, у тебя чистка, это прикольно. Я сам хочу сделать ее, потому что в прошлый раз не попал к Лере. Потом у меня по работе не получилось, и все. Знаете, что я поняла? Вот Андрей ругался, вы там ругались. Потому что я постоянно задеваю пушистики эти, ну, микрофончики на камере. Все, проблема решена. Когда Андрей записывает вот с этих микрофонов все, то как бы я могу эти пушистики трогать вообще сколько хочу. Правильно? Да. Круто. А еще, почему Андрей угорал? По-моему, там что-то рассказывал. Я так взяла камеру на себя, перевернула. Да? Ты из-за этого угорал? Нет, я из-за другого. Из-за фразы, ну, что тут у нас? А, ну, да. Это смешно. Ну, не могу, не могу, не могу. Не могу по моральным соображениям. Извините, ребят. Не надо было вообще раздражать людей и говорить об этом. Очень круто, слышишь? Очень круто то, что ты показываешь себя, все равно слышно меня. И не надо вот так вот рядом в камере прислоняться для того, чтобы хоть что-то было слышно. Ну, да. Напишите в комменты, нравится звук, нет? Главное, чтобы джинсовка, шнурочки, вот это все не мешали микрофону. Потому что, если, допустим, будет шнурок биться, микрофон, то будет неприкольно, ребятам, слушать все эти стуки, шумы. Ну, у меня тоже, видишь, тут как бы есть шнурочки. Не знаю, как он реагирует, а еще есть... А, вон машина наша. Отлично. Сегодня такая погода была классная. Я про одну улицу не выходила, но из окошка видела солнце. Единственный момент, который с этими микрофонами, немножко такой минус. Если вдруг рыгнуть охота, то все услышат. А ты часто рыгаешь, когда записываешь видео? Ну, так бывает, когда кока-колку, знаешь, например, в машине, когда в автопутешествии попью, ну так. Интересно, а это у тебя... А, можно немножечко отдалить? Вот, так лучше, а то у меня голова не помещается. Че у тебя? Ничего, ничего. Открывай машинку. Вот именно, че там у нее в голове? А у меня не слышит. Че ты там про меня говорил, м? Да ничего. Очень удобная система. Ты не слышишь, не выпендриваешься. Ребята, как вам предыдущий видос? Андрей меня подставил. Андрей меня снимал. Короче, он мне повесил эту петличку на микрофон. Во время, пока я готовила. Я вообще в трусах находилась. В футболке и в трусах. И он мне говорит, я, короче, микрофон повешу, ты поболтай там что-нибудь. Я просто, ну, для того, чтобы проверить технику микрофона. Ой, господи. Вот, я это не буду никуда выкладывать. А потом говорят, это продакшн пойдет. А я просто посмотрел, мне показалось, что это забавно. А я-то не рассчитываю. Я никогда не матерюсь на камеру. А тут я сказала слово дохера. Я себе это позволяю только вне камеры. А тут ты это выкладываешь. Ну ладно, ничего, ребята, вы меня простите. А мне не кажется, что это мат. Я сказала, короче, есть для меня, лично, вот у меня в голове. Градация какая-то странная. Но это сначала, именно вот на примере, вот дохрена там. Кращало идет дофига, потом дохрена, потом дохера. Ну и в конце уже скажи, пожалуйста, я не могу это сказать. Дохуя. Да. Вот, четыре градации для меня. И вот дохера, это находится на третьем месте по какой-то моей, собственно, градации. Несу хрень. Все, ребят. Вообще полно. Забейте. На. Кошелевый. Ой. А что, там такая ямка была? Ударилый. Ударилый. Манюненькая моя. Так, еще немножко надо вот с ремнем разобраться, потому что он тоже может задевать микрофоны. Ребят, это все мысли вслух и вообще неинтересная херня. Вы видите, все это в лайф-режиме. Это просто для того, чтобы мы со временем разобрались, как это все устроено, работает. Мне кажется, все равно, даже если иногда мы что-то там задеваем, это не так. Слышно и не так плохо, как я раньше задевала эти пушистики. То есть все равно, мне кажется, звук крутой, и я бы использовала эти микрофоны. Мне очень понравился звук. Я вот серьезно говорю. Настолько крутая система. Вот мы второй раз пользуемся. Я первый влог выложил. Огромный плюс, то что оно работает из коробки. Ничего настраивать не надо. Просто воткнул, и отличный звук. А еще? Родовский реально как Android. Просто там надо то, сё, пятое, десятое, куча проводов. Ну, в общем, не так удобно. Мы с тобой в прошлый раз, вот этот влог, который ты уже выложил на данный момент, мы там разговаривали достаточно тихо. И нас было очень четко слышно. Каждый наш вздох, хрип, вообще все слышно. Вот прям обалденный микрофон. Они все улавливают. А сейчас мы, кстати, очень громко достаточно говорим. Возможно, тебе надо будет немножечко это. Потом на монтажке подкрутить, чтобы не оглушало людей. Ну, возможно. Я просто еще не привык к ним. Мне надо еще... Сейчас я немножко пошуршу. Нет, остановлюсь. Потому что мне надо чуть-чуть выше его поднять. Знаешь почему? Почему? Ну, он задевает. Ой, у меня магнитик упал. Все, теперь должно быть отлично. Хотя, может, и до этого было хорошо. Но, опять же, говорю, мы пока не привыкли. И очень классно нам будет вот это все дело использовать в автопутешествии. Вообще огонь. Все эмоции. Прикинь, я на клади горы заберусь, и ты меня будешь издалека снимать. Я такая, привет! Привет, ребят! Или наоборот. Какой-нибудь мат. Вообще. Ну, так слышно все будет. Будет все слышно. Нет. Поэтому нам надо быть аккуратнее. Таланты. Мат — это часть русского языка. Ну, я не знаю. От меня, чтобы мат услышать, это либо я дурачусь того, я могу мат сказать, чтобы смешно было. Это как бы усиливает эмоции. Либо, если я ударюсь, упаду, порежусь, я, да, тут уже мат и летят. Просто есть ребята, девчонки, которые мат используют как запятую. Вот этого я не понимаю. Когда ты уравновешен, спокоен, просто объясняешь что-то, и ты зачем-то используешь мат, этого я не понимаю. А когда какие-то эмоции, то вообще почему бы и нет? Но все равно на камеру я стараюсь этого не делать. Не знаю, почему. Я, кстати, согласен. Есть люди, которые очень грамотно используют мат. Это прям в унисон. Комики. Комики мат используют. Не только комики. Например, «Царство ему небесное» Костя Калинов, создатель «Авиаселс», он очень смешно матерился. Господи, он какие-то выражения придумывал, я вообще ни разу таких не слышал. Вот он очень смешно матерился. А когда я слышу, извините, извините, если вы меня смотрите, пиздюков, блин, 13-летний, который на фудкортах сидят и матерятся, как сапожники. При этом, кроме мата, я вообще ничего не слышу. Вот это не очень. Поняла, да? Конечно. Или не поняла? Или второй раз объясняет? Да нет, достаточно. Я заказал на Авито вот такую палку снималку. Мне она очень нравится. Это Manfrotto Pixi. Недорогая и очень клевая. Так тяж такая же. Она у меня, помнишь, немножко кривая. Она как-то ее в руке не так удобно, как вот эту держать. Еще раз я ее покажу. Я ее брал. Это у меня? Да, вот как у тебя, у человека, которого зовут Сергей. И он мне написал. Кстати, отличный канал. И снова Катюня, оператор, помогает мне все дело записать. Во-первых, хотел тебя поздравить с тем, что ты теперь по-настоящему Ежова получила паспорт. Да. А во-вторых, подарочки для тебя. Первая коробочка. Вот такая. Оп. Что-то тут кампусики черные. Да, ура. Наконец-то. Наконец-то. Классные? Классные. У меня есть такие бежевые, теперь есть черные. Красота. Тут всегда в комплекте. Идут белые и черные шнурки. Отлично. Класс? Класс. Вообще шикарный. Класс. Это первый. А тут что у нас? А тут у нас костюмчик для тебя. Как я люблю, плюховый. Да. В общем, понравился, решил купить Катюш 42-го размера. Не уверен, что подойдет. Это самый маленький, что был. Вот такой, как барашечек, такой тепленький. А, такой миленький, такой тепленький. Зачем? Вообще. Вот такой. Ой, тут ямка, господи. Вот такой, как ты любишь. Я такое очень люблю. Тут завязочки есть. Класс. То есть он, ну ты поняла, да? Ну да, да. Как он увидит. Не очень-то на зиму, но... Да, да, и штанишки посмотрит. Ну, по идее, должно подойти. По идее, должно, да. Потому что ты резиночка. Да. Такой он плюшевый, такой теплый. Ну, а ты верхушку, то есть, посмотри. Класс? Да, только что-то грязное, блин. Да. Вот это я... Поставили. Ну ничего, я постираю. Главное, чтобы отстиралось. Если что, я предъявлю. Хорошо. Ну вот. Спасибо большое. Не за что. Ну и все Катюню поздравляйте в комментариях. Все. Теперь у нее... Покажи паспорт-то. Сейчас. Ну, можешь его не раскрывать. А может быть, не надо туда класть? Там так грязно все. Ладно, я пошел уже тогда внутрь садиться. Угу. Сейчас заценит свой паспорт. Ну, а мы тут катаемся. Ой. Кофеечек пьем. Вот, и решили выползти и записать. Ну, Катюк не видел эти подарки. Вот так. Сейчас я вот тут сделаю. Блин, с этим светом единственное, конечно... Ну, немножко... Видно. Видно. С этим светом неудобно то, что он не помещается на торпедо. Равно вот так вот. Ммм. Ежова. Екатерина. Да. Фотка классная. Надо теперь привыкать к планете. Потому что, когда меня где-то спрашивают в каких-то местах, я такая... Как Ежова. Да, не забывай. Давай, заходи, показывай. Хоп. Поближе сюда. Слушай, мне кажется, классно. Вообще замечательно. Надо отстирать вот это. Ну, покрутись. Да, и на попке хорошо сел. Тебе самой как? Хорошо. Мне нравится. Ну, ты дай-ка я его потрогаю. Можно сделать вот так, смотри. Ну, да. Но пузо все равно голенькое. Оно может быть не голеньким, смотри. Ага. Ты сама решаешь. Ну, конечно. Я просто хочу... Дай потрогать тебя. Слушай, ну я рад. Давай теперь кроссовочки мерить. Пузо я сама делаю голенькими. Говорю, можно делать. Это я спустила вниз просто. А они могут быть вот так. Ну-ка вниз на бедрах спусти. Интересно посмотреть. Не, ну еще ниже чуть-чуть. Ну, куда ниже? Ну, трусы уже ниже. Куда? Все у меня уже, блин. Извините. Извините. Угу. Не, ну хорошо. Ниже уже все. Я уже обкакана. Поэтому ниже нельзя. Я доволен. Держи. Я доволен. Спасибо. Сейчас кроссовки померю. Давай. Может, прям с ним. Так, я сейчас кроссовочки еще покажу. Ой, горы. Ну, что, как тебе? Удобно? Ну, я пока не поняла. Единственное, я вот здесь перешнурую, потом по-другому. Это я на скорую руку сделаю. Угу. Где палец? Иди сюда. Вот здесь? Угу. Ну, по идее, они тебе точно не велики, да? Точно не велики. Замечательно. Потому что, ребята, я брал это все, ну, так скажем, без согласования с Катюхой. И костюм, и кроссовочки. Катюх, давай в зеркало посмотрим, что мы с тобой сегодня одинаковые в барашках. Интересно, видно, что? Ничего не видно. Ничего не видно. А теперь видно. Доброе утро, друзья. У нас суббота. Мы едем ни хера не делать. Надо кнопочку нажать. Первый этаж. Ну да. Мы же хотим куда-то поехать. Я думала, что это ты сделал. Поедим сейчас. Заедем в Альберис. Ой, не, не в Альберис, а в Боксбери. В Боксбери? Угу. У меня фонарь пришел. Угу. Вот. И чехольчики я все-таки нашел для GoPro пластмассовый. За 500 рублей купил. Я уже... Андрюшка пришел, посылки забрал. Сейчас все распакуем. Тут у меня фонарик. Один, собственно, для машины, второй для дома. Потому что у нас там суперговеный. На трех батарейках три они хера не светят. Здесь чехольчик для GoPro. И у меня подарочек тебе. Мне? Да. Стоишь, ты говорил, хочу какой-нибудь домик собрать. Господи, лего. Я никогда лего не собирала. Это креатор, который три в одном. То есть ты можешь такой дом, такой, либо такой собрать. Спасибо большое. И детям отдать. Взял последнюю коробку со скидкой 40% было. 4 тысячи. Спасибо большое. А так он 7 стоил там с копейками. Классный? Да. Вот. Еще что я купил. Я обратил внимание, что у нас закончился срок годности у старого ополаскателя. Он не очень вкусный. Я взял тебе Рокс. Рокс, обожаю Рокс. Спасибо большое. И чисто попробовать магнития салфетки для белой подруги. Не знаю, насколько это будет работать. И сейчас Режеком еще раскроем наши посылки. И потом пойдем в Макдак. Я уже так есть хочу. Опять Макдональд. Ой, мы такую вкуснятину с Каськи попробовали. Гран-де-люкс. Гран-де-люкс. Без лука только мы берем. Ой, вообще красота. Режек крутые игрушки. Потому что их можно потом отдать ребенку. И там собирать. Ну, как угодно. Не обязательно даже по инструкции идти. Мы недавно с Андреем ходили по Леонардо. Я сказала, что хочется что-нибудь опять в домик пособирать. Но я собирала не лего. Как это называется. Ну, я даже не знаю, что это за компания. Это где из компонентов. Деревяншек из тканей. Да, домик можно собирать. Так, фонарик. Можешь помочь мне назад его перекинуть? Да, конечно. Ну, тут на самом деле ничего такого. Просто фонарик. Видишь, поменьше. Вот так вот. Цвет, кстати, красивый. Конвой 21F. Тоже работает на батарейке 21700, как и прошлой. Потом заценим, включим. И вот тут у меня... Сейчас быстро покажу. Ой, не, быстро я не покажу. Давайте я уже потом в следующий раз. И для зрителей, и для тебя. Ой, я нацепил, когда вот этот свой старый объектив так хорошо стало. То, что он такой широкий. Мы забрали МАМА. И сейчас идем в ТЦ. Я очень хочу зайти в 21шоп. Посмотреть какие-то штанишки. Мне безумно нравится этот магазин. Вот эти черные мои куплены именно там. Ну, там классная одежда. А больше или меньше нравится, чем Кусвин? Или онлайн-трейд? Не, онлайн-трейд это вообще топ. Это ничего не перебьет. Вот так вот на секундочку. Почему я вообще туда езжу? Никогда не рассказывал. Первую свою камеру, когда я еще снимал фотки, это был Canon 6D. Я купил именно там. Ну, то есть, эта камера супер старая. Зеркальная еще, тяжеленькая такая. И вот, наверное, с тех времен у меня любовь к Canon. Так что теперь все знаете. Это просто некая историческая память, какая-то привычка покупать в одном и том же месте. Плюс удобно сейчас. Они сделали, ну, тормоз уже так сделали, что 24 на 7 можно туда ехать и забирать. Это супер. Хоть в 3 часа ночи приезжай и забирай заказ. Это вообще супер. Иногда чего-нибудь дома не хватает или необходимо. Мы собираемся, едем и покупаем. Зудит у вас раз и поехали. Да, да, такое бывает. И еще мне вот покой не дает, как они вот так стукнулись. Это, получается, когда-нибудь, когда-нибудь еще я несу. В час ночи Андрюшка вот такой подходит ко мне. Кать, вот умру, если сейчас батарейки в лайн-трете не куплю. Вот не могу жить дальше. Надо батарейки в час ночи. И мы едем за батарейками в час ночи. Ну, это удобно. Это очень удобно. Тут, не знаю, в поворот, что ли, не вписалось. Нет, она не вписалась в поворот. Да, там женщина в поворот не вписалась, поэтому вот такая оказия. Я на пятый день тоже не вписалась полностью. А, расскажи, да. У тебя же пятерка была. Да, пятерка была, да, не вписалась в поворот. И причем не вписалась так в поворот, что просто машина стояла, а мужики, видимо, только что приехали и так в стороночке стояли. И я тут такая лая-ла. Страшно было Ну, еще бы И ты знаешь, ничего Я, по-моему, там немножко зеркало задела По-моему, на то время Ну, сколько это лет назад? 20 лет назад Ну, это 99-й год Ну, да, какие-то такие, да, 200 рублей, по-моему, отдала Но они все, наверное, там ничего запечинили Может, чуть-чуть погорябло Ничего страшного Ну, ничего страшного, да А пятерка была, имеется в виду, Жигули, а не БММ А то подумаешь Да, да, да Ручная коробка, тяжелый руль, да? Ну, да Как тебе было? Кондиционеры А, кондиционеры же не было Да, конечно Просто печка была, да? Как тебе было? Ну, как мне было пешком ходить И здесь автомобиль, по-любому Дождь, ветер И в то время, ну, не знал же лучше, что-то есть А потом у тебя опек-вектор появился Да, там уже было с кондиционером В основном куртки и верхняя одежда Штанов очень мало Вот, смотрите, здесь есть штаны для вас Для мамы? Да, я для мамы Да, черненькие прикольно О, вот такие я себе покупал Но только три раза за все лето нацепил К сожалению Лето, сами знаете, какое было Ну, ладно Говорят, что в следующем месяце будут штаны Сейчас что-то не особо Тут еще есть носки классные Вот эта моделька мне нравится Так, и что бы я себе еще взял Ну, не, наверное, только с жопой Еще забежали мы к фармей Что хоть выбрал-то, покажи Шоколадик домашний Я люблю такие, они симпатичные Единственное надо это Понял Мне кажется симпатичным Нет, прикольно, прикольно Мне нравится вины как-то Берем? Ого, хорошо Мне нравится, симпатичный Он такой приятненький Попробуй Вот тут, вот тут Мне надо дотянуться А, да, прикольно Да, приятно Что, берем? Да И мне нравится то, что он никак не раскрывается Ну, то есть я завязала и все А синий, кстати, он шелканый, он раскрывается А этот прям удобно Да, я хочу Брукет очень классный Только подшипная машина Людмила Николаевна разошлась сегодня Самый маленький размер Самый маленький, заметьте О, и Людмила Николаевна как раз Мы тут зашли в бифри Я предлагаю маме вот такую штучку Огонь Огонь, да, вообще Телефон, ключи, ножницы А, секатор, то есть не ножницы, секатор Сюда что-то можно мелкое положить Вообще, да-да-да Берем, ну-ка, приложи к себе Людмилу Николаевну Катя себе зла поели Вот с такими червецкими здоровыми А мы с мамой ждем все в Кали Как обычно Режинских традиций взяли Надеюсь, скоро Ждем Ой, как ярко Ну все, ребятушки, мы домой Время 10-й час А что так ярко? Там, ну что я на максималку днем выкручивала Непривычно просто Не, ну нормально, сейчас зайчики не ломают Сейчас будешь конструктор собирать Я пойду играть в Starfield Будешь монтировать рилсы Мы себе ребятки их столько записывали Ну, начинаем карьеру А я засняла вчера рилсик с образом Да, прикольненько получилось, я надеюсь Ну, короче, чекайте Катькину запрещенную соцсеть Тошним немножечко в пробочке Ремонт дорог Ну, хотя бы вечером делают И днем О, все Все, свобода Мы приехали И прежде чем пойти домой Хотел вам показать свой фонарь Ну, это уже второй Ну, кстати, он клево светит Тот, правда, более дальнобойный Но это тоже ничего У него вот такой более рассеянный свет Классно Такой круг Блин, поверьте, на камере выглядит он не так масштабно, как вживую Ну, что тут моя королева делает? Я говорю, дай эту штучку покажу, как я уже сделала Ну, нравится тебе? Да, классно, мне нравится Интересно Деталечки Сейчас какую-то вот такую штучку собираю Прикольно, здесь оказывается инструкция такая понятная, легкая Вообще, класс Ну, развлекайся А я пошел играть в Starfield Ну, давай Ну, давай Ладно Ну, давай Ладно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!